Готовы слушать? Вы готовили свои сердечки к слышанию? Вы готовили? Когда шли в церковь, готовились? Помните, как написано в Писании, когда идете в церковь, приготовьте сердца свои к слышанию. Я очень надеюсь, что так оно и есть. Знаете, я не так давно услышала такие слова внутренние, ну скажем, не так давно прозвучали. Не смущайся ни от какого страха. И когда он это сказал, я задумалась, что бы имелось в виду. Что имеет в виду Господь? И когда я задумалась, углубилась в это слово, которое услышала дальше. Давайте мы с вами немножечко поговорим об этом. Это 1 Петра 3.14 написано так. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Страха их не бойтесь и не смущайтесь. Интересно, да? А вот в дословном греческом переводе говорится так. Но если и страдаете из-за праведности, то блаженны. Самого же страха их не бойтесь и не смущайтесь. Я думаю, это не к определенным личностям, хотя он тогда обращался к определенным личностям. Это ко всем к нам. Не надо смущаться ни от какого страха. Что такое страх? Да, нас умеют запугивать враг. Не смущаться ни от какого страха, то есть не ужасаться, не пугаться, не бояться того, что вокруг нас, что на нас нападает, что нас окружает. Есть разного сорта страхи, которые приходят к нам извне. Иногда это от обстоятельств, иногда это мысли, и эти угрожающие мысли, пугающие, какие-то безнадежные, безвыходные, разрушительные. Это все мысли негативные. Конечно, иногда враг подстраивает такие обстоятельства, что ты пугаешься, видя глазами своими то, что происходит. Даже как бы угрожает твоей жизни. И дьявол нередко так запугивает. Различными страхами, различными. И мрачными мыслями. Но мы должны что-то помнить. Что? Я думаю, самое главное надо помнить, что мы дети Божьи. Правда? Он иногда описывает брачные картины, и ты их развиваешь внутри себя, позволяешь развивать внутри себя эти брачные картины. И когда они в тебе развиваются, они тебя сковывают. Душу твою сковывают. Понимаете? И человек иногда оказывается просто под властью страхов. Мы даже знаем такое выражение, скованный страхом. Правда? Кто-то ощущал такое? И в таком случае человек становится безвольный. Бездейственный. Сидит как в депрессии. А можно ведь иначе поступить с этими страхами, которые подступают. Нельзя подаваться ни панике, ни страхам, ни ужасам, ни к чему тому, что на нас давляет извне. Поэтому в Библии мы много раз с вами читаем еще из Ветхого Завета о том, что не бойся и не ужасайся. А почему? Я с тобой. Не бойся и не ужасайся. Почему? Бог с тобой. Да, все вокруг может выглядеть ужасающе. И когда они видели этих огромных существ, хочется сказать, как бы люди ну огромные такие. Рифаимы, нефалимы, видишь это все ужас. А Бог говорит, я с тобой. Не ужасайся, не бойся. Никаким ужасом, никаким страхом не подавайтесь. Даже у верующих есть такое, оказывается, искушение, страх. Мы знаем с вами пример даже из Нового Завета, как ученики испугались. Помните все, когда плыли они в лодке вместе с Иисусом. Да, обстоятельства были, может быть, и пугающими. Волны захлестывали, лодка уже наполнялась водой. Как часто мы так себя ощущаем? Что волны захлестывают, и лодка уже наполняется водой. Буль, 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 сейчас пойду, Господи. Но что они не учли? Что с ними в лодке Иисус. А почему, зная, что с ними в лодке Иисус, они все-таки испугались? Как по-вашему? Они даже посмели Ему сказать, что тебе дела нет до того, что мы тонем? Спишь, лежишь. Я не знаю, как вы, но у меня были такие моменты, когда я стучала в небо и то же самое говорила Ему. Господь, ты что не видишь, смотри, что происходит. Хочется сказать, спишь? Проснись, меня тут. Да, мы бываем так смешны. Но что ответил Иисус этим ученикам? Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Боязливы? Почему? Потому что нет веры. допустили сомнения, боязливость, она появляется от сомнения. Когда ты веришь, ты смело стоишь, ты смело двигаешься, смело идешь, тебя не собьешь. Но именно сомнение, именно неверие, оно повергает в страхи, в боязливость. Отчего мы бываем бесстрашны? Когда мы знаем истину. Когда мы знаем истину. В чем заключалось незнание истины в данном моменте у учеников? они знали, что это Сын Божий? Не совсем. Вы понимаете, можно как бы знать, но сомневаться. они еще до конца вот не были уверены. То есть, их вера не была с уверенностью. Если бы они точно знали, что Бог сошел с неба, сел с ними в лодке и пребывает в покое, разве они бы испугались? Они бы не испугались. Что же Бог с ними в лодке? Понимаете? Но они же видели все-таки человека, ну, пророка хорошего, да, Сын Божий, ну, мы тоже народ Божий, мы тоже дети Божьи. Было маленькое сомнение. Когда они узнали воистину, когда Иисус воскрес, и они узнали, что Он Сын Бога, по-настоящему узнали. Страхи у них пропали. Потом они шли, вообще не имея страха, вы заметили, они побеждали все. Почему? Узнали истину. Как говорится у Иоанна 8, 32, Иисус сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от страха тоже. Именно истину, когда познаешь, а в чем она? Иисус любит нас и никогда не оставит, и никогда не покинет. Если мы знаем эту истину, мы бесстрашно идем, мы двигаемся. Еще какую истину мы можем узнать? Как мы посмотрим с вами дальше, что происходит с учениками, когда они уже шли, зная эту истину? Они знали, что Иисус Сын Божий, и что Он не только с ними, Он в них. А когда Он в них? Он их даже еще и послал. Они знали, что Он их послал. У них есть определенное послание. Они должны донести Евангелие до народов. Что может с ними случиться? Не время. Вот эту истину они познали. И когда они двигались уже этой истиной, они были бесстрашны. Не время. То есть уже поняли свое время. Они стали верующими. То сомневающиеся, а то не просто верующие, а уверовавшие. То есть вера с уверенностью. Понимаете? Все мы верующие. Но как хочется быть уверовавшими. Вера, в которой нет сомнения. Вера, которая разрубает горы, прокладывает дорогу через моря. Вера, потому что я уверовавший. И тогда написано уверовавших будут сопровождать все знамения. Это отличается верой от уверовавшего. Сомнений не должно быть на многих вопросах у нас. То, что для нас уже открывает Дух Святой. А ведь Он в нас открывает. Только прислушайтесь и держитесь за это. Держи, что имеешь. Держи венец свой. Потому что враг это хочет украсть. Враг веру хочет украсть. А как он ворует? Когда ты начинаешь поддаваться сомнению, а может быть а вдруг у нас не может быть а вдруг. Мы не должны давать возможность себе даже в мыслях на отступление. Если у вас есть шаг назад, отступление, вы проиграли. если у вас нет возможности отступать, вы выиграете, потому что вы будете сражаться. Сражаться за свое обетование. Сражаться с врагом, потому что вы должны быть победителями. Это есть вера. Понимаете? Я все-таки хочу рассказать вам маленький эпизодик из моей жизни. Сейчас пришло мне это на память. Когда я была в Израиле, я должна была оттуда уехать. И все говорила против. Фактически было нереальным выезд из Израиля с моими документами, с нашими, моей семьей. А Бог сказал, поедешь. И вот был такой друг у нас, верующий брат. И он мне говорил, ну Тая, ну все-таки если у тебя не получится, ну что ты тогда вот сделаешь или скажешь? Я говорю, я даже думать об этом не буду. Не, ну на всякий случай. Отступление, шаг отступления. Ну на всякий случай. Я сказал, нет у меня всякого случая. Я не буду так мыслить. Ну как же, ну вот на... Вы понимаете? Да, хороший брат. Но это было искушение. Вот это если у тебя есть на всякий случай, он тебя постигнет. У нас с вами нету всякого случая. У нас есть только вперед. Понимаете? У нас нет запасных ходов. У нас есть только одна дорога. Когда вы это поймете, вы будете двигаться прямо. И вы будете идти так, что никто вас не сможет сбить. Это есть вера. Она как скала. Почему наш Иисус назван скалой, камнем? Его не разломать, не разбить и не сдвинуть с того пути, на который поставил его Отец. И мы должны быть такими. Он сказал на Петра, взглянув, ты камень. Почему? А у него натура такая была. А его не сдвинешь. Он пошел и пойдет. И никто не мог его сбить. Понимаете? Вот как мы должны быть, как камень, как Петр. Потому что мы образ и подобие Иисуса Христа должны быть. Итак, мы с вами что видим? Что когда ученики точно познали, что Иисус Христос это Сын Бога, что Он с ними, что Он внутри них, что Он их послал. И у них есть впереди это послание. Как они уже двигались? Со страхами? Страхи поступали. Они же люди. Страхи всегда будут поступать. Но они их не боялись, страхов не боялись. Вы понимаете, страхи будут, но они страхов не боялись. То есть страхи, я могу даже сказать, это демоническое явление. Их можно осязать, ощущать, как они подступают. Их надо отгонять верой, другим не отгонить ничем. Поэтому сказали, противостаньте твердой верою. Это та скала, которую невозможно разбить. Твердая вера. И мы видим, что они так дальше и пошли. Не смущаясь ни от какого страха. Даже когда они подходили, даже когда они их окружали, обстоятельствами окружали. Мы видим, как они мыслили. Мысли победителя у нас должны быть. Мысли, понимаете, это наша вера, как мы мыслим. страхи подходят в мысли. Если вы впустили негативную мысль, она разовьется у вас. И вы попадетесь в сомнение и в страх. И будете в плену. Да, страхи это злые духи. Часто приходится их даже гнать. Из некоторых даже выгонять приходится. Потому что они уже впустили. И тебя уже хозяйничают, уже сковали. Именно через страх он легко контролирует. Дьявол легко контролирует. Поэтому он вперед пускает страхи. Ты испугался? Все, он тебя контролирует. Через этот страх. Делает тебя безвольным. Поэтому сказано было, не бойся, не ужасайся, когда идешь на врага. Нельзя бояться тот, кто в нас сильнее того, кто в этом мире. Мы должны это понять. Вера, она видит то, что невидимо в этом мире. Правда? Физическими глазами. А сомнение разрушает то, что вера хочет построить. И навязывает свои негативы. не получится. Все рассыпется. Все разрушится. Тебя откажут. Знакомые слова подходят в мысли. Погибнешь, гнать. Гнать. Вы кто? Дети Божьи. Вы дети Божьи. Страх это оружие дьявола. Когда только к вам подходит. Сразу противостаньте твердой верою. Я любимый Божий сын или дочь. А это ведь правда. Это ведь правда. Бог так любит каждого из вас, что за вас умер, за каждого из вас. Это не в общей массе. Если бы никого из нас не было вообще в этой земле, и был бы только ты один, Бог бы ради тебя одного умер. Настолько он тебя любит. Понимаете? Ему не надо, что нас много. Один был бы. И он ради одного бы пошел на крест. Настолько каждого из вас любит. Поэтому каждый примите любовь Божьей. Примите любовь Христа. И когда вы примите любовь Христа, поверите в любовь. Как сказали апостолы, мы уверовали в любовь. Это такая сила, когда ты поверишь в любовь Христа. Ты имеешь потом дерзновение, даже в день суда, потому что ты его любишь, он любит тебя. Ничего не может тебе приключиться. Ничего ты в его любви. в любви великого Бога. Понимаете? Я очень хочу, чтобы вы это настолько поняли, настолько поверили, что это вжилось во внутренности вашей. И не чувствовали себя парализованным страхом. И хочу сказать еще раз, когда подступает, вспоминайте, кто вы. вспоминайте, кто в вас. И никогда не оставит и никогда не просит. И страхи будут убегать от вас. Не одолевать, а убегать, отступать. Они боятся веру. Очень боятся веру, потому что вера — это большая сила. Вера развязывает руки Духу Святому. Развязывает руки Богу, поэтому он говорил только верой. не бойся, только верой. Правда? Говорил? Почему? А вера может все. Только верой. Никогда не бойся. Если сколько-нибудь можешь веровать верой, ты будешь получать. Не сомневайся. Ни в Боге, ни в Его любви. Не сомневайся. Я хочу теперь показать вам, когда апостолы изменили свою веру, когда они познали истину, что действительно Господь есть Бог, что Он всегда с ними, то уже даже попав в страшные обстоятельства, гораздо страшнее, чем в той лодке, из лодки вывалился, доплывешь еще. На лодку прицепишься, на деревянную. А тут ты в темнице, ты в темнице, ты скован. Представьте себе, тебя посадили под стражу, оттуда не выйти, засовы, и хотят завтра тебя вывезти, чтобы перед народом тебя казнить. Чтобы угодить людям, это Ирод захотел так, посадил Петра. и Петр спал. Теперь Он спал. Понимаете, уже не Иисус отдыхал, Он спал, пребывал в покое. Вы знаете, как мечтает дьявол услышать ропот из наших уст. как Он хочет, чтобы мы боялись, трепетали, роптали, плакали, ныли. И как хочет Господь, чтобы мы прославляли Его во всех обстоятельствах, даже тех, которых нам кажется не за что прославлять, невозможно в этих обстоятельствах славить Бога. Павел пел в темнице. Пел в темнице. Что пел? Прославлял, поклонялся. И темницы раскрылись, хоть у Петра, хоть у Павла. Вы думаете, сегодня Бог не силен открывать наши темницы? У нас не тот же самый Бог сколько раз открывал темницу? Сколько раз Он нас высвобождал? Каждого из вас. Если вы посмотрите на свою жизнь, вы найдете свои темные моменты жизни, когда вы избирали прославить Его. Тогда все разрешалось. Все оковы разрешались. Не забывайте об этом. Прославляйте Его в самые трудные минуты. Пойте Ему в самые тяжелые моменты вашей жизни. Вспоминайте о том, что Он великий Бог, который носит вас на руках, который любит вас. И если даже попали в какие-то обстоятельства, Бог силен обратить их во благо. Скажите об этом. Исповедуйте это все. Господь, вот эти обстоятельства мне во благо. Я не вижу, но я знаю, что это мне во благо, потому что у меня такой Бог, великий, удивительный Господь. Побеждайте верой и отпустит вас. Потому что что с вами сделаешь? Вы в горящей раскаленной печи будете петь и прославлять Господа. Куда вас еще засунуть? Некуда. А вот не может, потому что вы дети Божьи. Потому что вы дети Воскресенья. Побеждайте. И будет убегать от вас. Вы знаете, я слышала одну историю. Пастор Гарри Водстоун рассказывал. Пастор Гарри Водстоун о себе рассказывал. Однажды он в поездке, притом, какая поездка была? Бог послал его в эту больницу. Почувствовал себя настолько плохо, что пошел к врачу. В больницу даже попал. И там врач сказал, милый мой, так у тебя последняя стадия рака. У тебя восемь очагов в легких. Осталось всего три месяца жизни. Что делать? Как вы думаете, что делать? Факт-то налицо. Ему плохо, он в больнице. Врач, извините меня, не ошибается. Он сказал, неправда. Неправда. Этого не может быть. Он сказал, я знаю свою дату смерти, она не сейчас, у меня еще есть служение. Я не принимаю это. И вы знаете, врач рассердился. Как? Ты мне не веришь? Я что, не знаю? Я же врач. Вы представляете, врач хотел, чтобы он умер через три месяца. А он по сей день живет и по сей день славит Бога и проповедует. Разрушайте диагнозы. Разрушайте. Не верьте всякому страху. Это всякие страхи, они всякие бывают. Но если вы знаете Господа, знаете свое призвание, а я уверена, что вы должны знать свое призвание. Вы что, уже все совершили для Бога? Нет. Значит, что? Всякие страхи, которые ходят сейчас вот здесь вокруг. Коронавирус. Всякие страхи ходят. Для кого они? Для кого они? Для этого мира. А мы кто? А мы не от мира сего. А мы дети Божьи. Кто здесь сидит от мира сего? Поднимите руку. Ты от мира сего? Ты спутал. Я не то спросила. Кто от мира сего? Нету. Мы все дети Божьи. Вы понимаете? Значит, это не для нас. Бог говорит, я сохраню тебя от годины. Сохраню. Верим Богу? Давайте верить Ему. Когда будет подходить враг, что будем говорить? Мы не принимаем. У нас есть Господь. У нас есть Бог, с Которым мы дружим, я надеюсь. Правда же? С Богом дружим. И Он наш Господь. Страхи будут подступать. Один, другой, третий будут. Смотрите, как вы на них реагируете. Вспоминайте все время, как говорил Господь через Моисея, через Иисуса Навина, через апостолов. Будь мужественным, будь тверд, не бойтесь, не ужасайтесь, не принимайте никакие страхи. Противостойте твердой верою. Это очень важно, потому что только так мы победители. Только так мы будем проходить через все. Это истина, что Бог любит нас. Истина. Истина. А насколько Он любит каждого из вас? Насколько Он вас любит? Жизнь свою отдал. Жизнь свою отдал. Вот насколько Он вас любит. Он не просто так, как мы умеем. Да, я люблю тебя, завтра поссорился. Он любит нас столько, что отдал свою жизнь. И если надо было бы, Он бы еще раз пошел на крест. Только чтобы спасти каждого из нас. Настолько Он нас любит. Вот эту истину всегда помните. Когда у вас будут тяжелые обстоятельства, когда что-то произойдет такое, что вас захочет поймать в страх, скажите сами себе, я любимый, я любимый Богом, и мне не приключится зла. И все, что происходит сейчас со мной, все обратится во благо. Все для меня благо. Для вас все благо. я от имени Бога могу вам это обещать. Почему? Потому что я Богу верю. А потому что это Он сказал. Я Ему верю. Поэтому никакого страха не бойтесь. ни от какого страха. Какие бы страхи ни были в этом мире. Мы живем в стране Гесем. который сохранен Господа. Везде град, а у нас солнышко. Везде саранча, а у нас все в порядке. Аминь. Мои хорошие, будьте благословенны. Я вас благословляю. Я так хочу, чтобы вы уверовали в любовь Христа во настоящем. Джули.